МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробно расскажут Атласов Иван Михайлович, это председатель Совета старейшин эвенкийского народа России, также вице-президент Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия, Дудкина Вера Александровна, член Совета старейшин эвенков Республики Саха-Якутия и Дьяконова Мария Петровна, ответственный секретарь правления Ассоциации эвенков. Здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, про встречи. Это была не первая встреча, наверное, уже, да? эвенков Республики с эвенками Китая. Можете рассказать про первую встречу? Мы при поддержке Министерства, Министерства по поддержке институтов общественной институты, выехать 13 июня в Китай. Это в этом году происходит. Поставили 10 человек. Но грант защитил от вас Жанна Ивановна. Мы ей премного благодарны. И здесь были из Ольоневского района глава родовой общины Ольонек, Максим Николаевич Васильев. Из Усмайского района эколог Лариса Ивановна Попова и инспектор охраны природы Еремеева Лидия Григорьевна. Из города Якулска вот наша столичная Вера Александровна и наш секретарь, наше правление Мария Петровна. И Жанна Ивановна Ехова. Еще кто был у нас? И Борис Анупрович. Кстати, он сейчас прибавил, он был бы здесь. Мы ездили с своим старойщим китайским венком. Цель была, наверное, не просто поздороваться, посмотреть друг на друга, наверное, еще и записать, да, какие-то, может быть, отличия между венками, которые проживают в Китае, и венки, которые живут в республике, в России. Да? Можете рассказать про отличия, которые есть? Мне интересно было с ними встретиться и посмотреть, как они содержат оленей. Потому что я с малых лет за своими оленями ухаживала в Томской области. И мне интересно было, как посмотреть, как они выглядят и так далее. Конечно, китайские олени, они меньше намного, как и здесь в Якутии. А у нас были большие, это были таежные олени. И я сразу обратила внимание. Ну, так же они хлебушка любят, мох любят, лишайник, траву кушают. И самое главное, посмотрела я на маленьких телят. И вот маточки, и бычки, ну, и так далее. И самое главное, то, что они пригнали эти оленеводы. Их около 30 человек ухаживают за этими оленями. В Китае тоже очень много оленей. Да, оленей около 10 тысяч. Оленеводство так же развито, как в республике у нас. И, конечно, у них не так уж много, я бы сказала, как у нас в Якутии. Но все же, они стараются вот эти оленки держать для сохранить уклад жизни оленков. И вы им передали какие-то свои знания, наверное, да? Да. И самое главное, их интересует быт, как жили оленки, как мы содержали оленей, я им рассказала там и так далее. Ну, и они заинтересовались еще моим костюмом. Костюм у меня именно... У вас костюм очень крутой, мне очень нравится, как он выглядит. К конца 19 века, начало 20-го. Очень красивый. И я делала. И маме передала, чтобы тому, кто будет хранить. И жребий пал на меня. И потом тоже вы как-то передадите по-настоящему дальше. И так я тоже должна передать своим внукам или правнучкам там и так далее, чтобы они хранили именно... Но самое главное то, что это на замши, а на материале давно порвалось бы. Понятно. А я хотел узнать, вот отличия есть в костюмах, может быть, в традициях каких-то между венками, которые проживают в республике, и в Китае? Костюмы у них отличаются. У них больше рисунок бурятский, монгольский через плечо у них. Но сейчас они много стали перенимать у нас, потому что они часто приезжают, фотографируют костюмы и так далее. По поводу поездок. Я знаю, Иван Михайлович, вы до эфира рассказывали, что к вам приезжал в гости исследователь в республику, да? С Китая. Мы как соровище венки из Китая и России нашли друг друга. Это благодаря нашей писательнице, Парламе Галины Ивановны в Капчаке. Она всемирно известная писательница, доктор наук и сейчас работает. Вот при его помощи тоже знаменитый человек, историк, профессор, писатель, уже рту из Китая. Они нашли друг друга. И Галина Ивановна Капчаке направила эту уже рту ко мне. В 2004 году, в декабрь, месяц, большие морозы, здесь 50 лишних градусов. Иван приехал ко мне, я собрал все ловенки в город, и мы встретились. Он привозчиком. Разговорились уже 13 лет. Мы ходим друг к другу, 9 раз ходили. Всякие знаменитости, оказывается, есть в Китае. Можно вас перебью? А язык у них точно такой же, по-евенкийски, он не изменился? Язык венкийский, он в Китае не изменился? Ну, когда мы первый раз были, они, конечно, другие были. Но сейчас от этого польза получили больше они. Они начали одеваться, как мы, с костюмом. Наши песни поют, наши танцы танцуют. И они нам очень благодарны. Кстати говоря, вот здесь рассказали, что мы были в музее. В этом музее есть хомус, его называют кулон. Это, оказывается, национальный венкийский инструмент. В этом хошуне проживают 2 миллиона 600 тысяч человек, а венки 30 тысяч. И там ведущую роль играет коммунистическая партия Китая. Она определила национальную политику, что гувернатором этого хошуна только должен быть венк. Руководитель города, это должен быть только венк. В этой территории назначаются только венки. Интересно. А можете подробнее о таких различиях рассказать? Допустим, есть ли поддержка какая-то коренных народов Китая? Можно микрофон попросить? Поддержка есть, притом большая. Они считаются, и венки считаются коренным народом Китая. И уделяется поддержка. Это, например, одно из того, что должен глава быть ивенком по национальности. Это интересно. И вот ярко запоминающий отличие, поддержка ивенки, ивенки, да, семья, может иметь сколько угодно детей. То есть если у ивенков... А там до сих пор действуют ограничения по количеству детей на семью? Это, по-моему, в Китае уже этот запрет снят, но в те годы, когда он был, на ивенках это не распространялось. И могли вот иметь сколько хотят детей, да. Ну, в основном семьи, двое детей у них там. Потом, что касается по языку, то больших различий нет. Там, надо сказать, что несколько групп проживает. Вот это если говорить по поводу внутренней Монголии, там есть салоновенки, яковенки и тунгусовенки. Ну, вот если что говорить о... Вот то, что мы куда ездили, да, это Нантунь, это столица венкийского района. Хорошо, надо. Там это территория салоновенков. Они очень хорошо говорят на венкийском языке, владеют китайским, естественно, да. И еще они монгольский владеют монгольским языком. И они больше переняли с монгольской культуры, наверное, или, ну, не переняли, вот они сколько уже на протяжении древнейших времен, они вот, они являются скотоводами, но не оленеводами, надо сказать, да. И коневодами у них есть, вот, отар, ну, овцы содержит, коров, лошадей, да. Есть, а если говорить о другой группе венков, яковенков, это они себя позиционируют, что они вот, ну, из территории, видимо, Амура, Якутии, да, яковенки. Они чисто оленеводы. Вот их язык, мы можем с ними вот хорошо объясняться, понимать. А с другими венками там какие-то трудности могут возникнуть? Да, 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 немножко там трудности, но слова улавливаются. Если бы они говорили помедленнее, как-то... Можно было бы разобрать, додумать, да, смысл, по крайней мере, был бы понятен. Да, сразу, сразу вот так не сориентируешься, а так если читать, можно... Немножко статистики. Сколько венков проживает в Китае тогда? В Китае проживает, по всему Китае, около 30 тысяч, плюс к этому ходят и венки из... Врачоны. Врачоны туда же входят, да, и вот около 40 тысяч, надо сказать, если вот так говорить. Хорошо. Иван Михайлович, у меня к вам просьба. Я знаю, что вы сочинили стихотворение о поездке. Можно попросить вас прочитать стихотворение? Вы, пожалуйста, подходите, я плохо слушаю. Стихотворение попрошу вас прочитать, которое вы... Смотрите, что говорится? Стихотворение попрошу вас зачитать. Да, да. Когда мы ехали, у нас было очень жарко, 35-37 градусов, и настроение у всех припознятое. И зачем мы туда едем, я написал стихотворение. Это в дороге было сочинено, да? Да, по дороге. Мы ехали в Якуши, и в Забайкальск. Хорошо, просим. Это у меня здесь написано, но могу так считать. Давайте. Так. Продолжение следует... Большое спасибо за стихотворение. Дорогие телезрители, мы уходим на рекламную паузу. Дорогие телезрители, мы снова в эфире, и мы продолжаем. Форум учителей музыки и изобразительного искусства состоится впервые в истории регионального образования и пройдет 13 по 15 августа 2017 года. Подробнее о форуме, вообще о музыке и рисовании нам сегодня расскажут Павлова Борисова Татьяна Владимировна, музыковед, координатор музыкальных проектов Министерства культуры и духовного развития Республики Саха, Якутия. Семенов Юрий Иванович, директор Актемского научно-образовательного центра. Также Хараибатова Ольга Михайловна, руководитель Республиканского центра проектора «Музыка для всех». Здравствуйте. Добрый день. Итак, можете рассказать подробнее по поводу вот этого форума? Да, естественно. Цели форума, что будет обсуждаться, какие вопросы будут приниматься? Во-первых, как вы отметили форум учителей музыки и изобразительного искусства Республики Саха, Якутия, это первый раз проводится, наверное, вообще во всем российском пространстве. Даже? Да, во всем российском пространстве. В формате съезда он будет проходить, это будет 13, 14, 15 августа 2017 года. Пройдет он в селе Актемцев Ангаласского района. И главной целью форума является развитие в Республике Саха, Якутия музыкального образования и художественного образования как стратегии в целом развитии образования, которое у нас представлено. Будут несколько задач мы будем решать в ходе этого. Прежде всего, это методы, инструменты обучения, современного, в том числе, учитывая лучшие отечественные и зарубежные практики, преподавание музыки и изобразительного искусства. Второе, это кто должен преподавать, мы будем этот вопрос тоже ставить, потому что должны преподавать профессионалы, имеющие хорошее образование, получившие классическое образование. На сегодняшний день это достаточно серьезно, проблематично есть, особенно в отдаленных районах, когда тот же сложный предмет музыка, тот же сложный предмет изобразительного искусства преподают совсем другие, не имеющие на то образование специалисты. Ну а также, конечно, в рамках форума пройдет впервые, так же, как в практике у нас есть, детская секция. Это будут две летние школы. Во-первых, первая по «Музыка для всех» на базе Высшей школы музыки Республики Сахай-Кутия пройдет. И летний пленэр пройдет на базе Актемского лицея в Хангласском районе. Это по проекту «Рисуем все». А кто будет принимать участие? Представляете, учителя, да? Да, будут принимать участие. Нет, это обширный круг будет, во-первых. Будут учителя музыки, изобразительного искусства, педагоги доп. образования, воспитатели детских садов. Директоров искусств, директора школ, которые должны и главы УЛУСов обязательств. И начальники управления образованием, потому что там... Начальники управления культурой. И в том числе, потому что будет разрабатываться конкретная стратегия развития музыкального и художественного образования в Республике Сахай-Кутия. И самые активные, самые, возможно, обладающими практиками, да? Из УЛУСов будут делегаты. Это потому что мы работаем в формате съезда. Делегаты с каждого УЛУСа будут 10 представителей, как мы уже выше назвали. И 6 учащихся по музыке для всех. И 6, и 4 учащихся с каждого УЛУСа по летнюю школу по пленэрам, по художественному направлению. Ольга Михайловна, почему эти вопросы важны, которые будут подниматься? Ну, во-первых, раннее музыкальное образование, он для развития мозга ребенка очень важен, оказывается. Это доказано научно, да? Если мы не хотим вот этим проектом, он 4-й год в Республике работает, не хотим, чтобы все музыкантами стали. Мы говорим о том, чтобы наши дети были успешными, талантливыми, в какой-то другой отрасли, скажем, да? Если он музыкант, умеет играть на музыкальных инструментах, владеет, увлекается классической музыкой, любит классическую музыку, то его достижения в других сферах науки будут очень, ну, скажем, важными. А это уже как-то доказано, да? Это доказано, конечно. Это доказано. Вот на протяжении 27 лет в этом году Гарвардский университет совместно со 40-70 государствами всего мира проводит большое научное исследование по изучению именно одаренности детей в двух контекстах. Первое – это педагогическое контексте, второе – с физиологической точки зрения, с точки зрения изучения мозга, что влияет на развитие мозга и так далее. И вот в этом году, в мае месяца 6 по 9, мы ездили на конференцию вот этих 47 государств, которые было в городе Сиул, Южная Корея, где вот были сделаны следующие выводы. Во-первых, вся структура экономики изменилась в целом во всем мире, да? Сегодня креативная экономика, умная экономика. Не когда просто вот копают и так далее, продают эти природные ресурсы, а переработка. Сегодня наши... Но об этом все говорят, и правительство президента говорят. А вот это должны креативную экономику создавать люди творческие. Мы до... вот в 90-х годах мы объявили STEM-образование. Это физика, математика, наука и инженерное направление. Ну вот мы шли, шли, шли к этому. Сегодня подготовили достаточно листы инженеров и так далее. Это я в мировом пространстве говорю. Но получилось, что вот эти инженера, они не способны креативно мыслить. Креативно начали мыслить совсем другие направления, в том числе и российская школа, другие, и Финляндия, Корея, Япония, Америка, начали давать Apple и так далее, и так далее, другие продукции. И тогда начали изучить. А почему вот эти страны вышли вперед? Да? Зара фирма, да? Сегодня капитализация фирмы Зара, это по производству, Остина, одежда, намного больше, чем Газпрома. Газпрома, представляете себе? А потому что креативная индустрия. Продается не просто то, что есть, а продается то, что красиво, то, что хорошо. Просто идея хорошая. Да, и поэтому оказалось, что музыка и рисование, оно позволяет развивать творческий потенциал любого специалиста. Татьяна Владимировна, творческий потенциал растет, наверное, также и в летних школах, которые будут расти, в летних школах, которые также откроются в рамках форума. Можете рассказать о них? Вообще идея о том, что ребенок, когда обучается в процессе учебного года, ему, конечно, не хватает времени на все. А летом этого времени много, и дети имеют возможность, они должны заниматься и развиваться творчески. Да, летом дети гуляют. И в этом смысле возникла идея, чтобы дети летом обучались в летних творческих школах. Это движение было вот так вот как бы запущено, и сейчас почти во всех улусах у нас работают летние творческие школы. Например, Валдания – это развивайка, город мастеров на базе ДШИ. В Амгинском вдохновении хорошо работают северные улусы. Это, значит, в Булунском на базе гимназии арктическая, в Жиганской веселые нотки. А вот мирные хорошо отрабатывают, там, значит, хоровые коллективы действуют. Хорошо работают в Хангаласском улусе гармония Буганехтахи и музыкальная академия Покровский. У нас в Якутске тоже, кстати, есть музыкальная академия, открытая на базе Якутского музыкального колледжа. И вот все вот эти вот как бы центры музыкального образования летнего, они позволяют преподавателям отработать какие-то свои новые методические приемы, да, синтезировать какие-то знания, которые, допустим, сложно реализовывать в рамках учебных программ, которые у нас определенные федеральными государственными стандартами, вот, современные. Это можно немножко экспериментировать. Да, конечно, более творческие. Ну и потом летом же эти инструменты стояли, никто ими не занимался, музыкальные школы закрывали, все уходили в отпуск. А сейчас дети организованы. Как раз вот, ну и вообще... Поэтому называется летняя пятая четверть. Их должны знать. Вот открылось, например, в этом артистских улусов, да, очень сложно, они не могут приехать сюда. В прошлом году был музыкальный Жиганск, в Жиганске приезжали Аннабарский, Оленёкский, Эвена Батантай и этот Оленёкский улусы, да. А сейчас музыкальный Оленёк. Там в этот музыкальный Оленёк записались 50% учащихся. 50% всех учащихся? Всех учащихся, которые есть. Которые, ну, с первого по десятый класс. С первого по десятый класс. На гитару только записали, 85 человек, например. А здесь инструментов хватит на всех. Мы отправили только... Ну, мы всю зиму работаем над этим. Поэтому сами готовятся, родители готовят. Блок флейту сами покупают, скажем, да. Приехали из Санкт-Петербурга двое преподавателей. Нина Александровна Бергер, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римско-Корсакова. И тоже флейт, преподаватель музыкальной школы, училища, то есть колледж номер 3 Санкт-Петербурга. И вот они работают с детьми. Всего туда выехало 10 преподавателей. И воспользоваться этим, конечно, это... Мы всё время раньше называли вот не спортивные, а оздоровительные лагеря, мы их называем, да. Но хотелось бы, чтобы в этих оздоровительных лагерях, так называемых, чтобы первая половина дня всегда была бы музыка. И тот начальник лагеря, или кто это организует, если это дело поставит на лагерь, он получит больше положительных... Результативность получается. Да, больше положительных результатов. И Дина Константиновна Кернарская, которая к нам приезжала, и является членом научно-методического совета, она считает, что если ребёнок один месяц занимается музыкой, то у неё связь между двумя полушариями увеличивается на 25%. У нас же в основном одно полушарие работает. Но это доказано наукой. Наука, да. Да, Дина Константиновна является доктором психологических наук, доктором искусствоведения. Также это и Массачусетский технологический университет, ещё в 97-м году доказал, как влияет музыка на развитие мозга. Мы раньше математика и так далее, чем раньше занимаемся математикой. Ну и до сих пор так есть. Но универсальными средствами развития интеллекта, потенциала, творческого, сложных нейронных связей мозга – это музыка. Вот математику давать с раннего возраста не все воспринимают. Это доказано тоже есть, но тем не менее... На музыку реагируют все. Музыка все реагируют. Рисование все реагируют. Потому что музыка – это вибрация. Это вибрация, на которую реагирует ребёнок. И основной вот этой идеей в том, что после трёх уже поздно. То есть максимально раньше начинать обучение ребёнка музыке, даже уже в трубе матери. Извините, я услышала, вы сказали, после трёх лет заниматься поздно. После трёх есть такая позиция. Ну, это есть книга. Японская теория. Масару Ибуки он написал после трёх поздно. Но для того, чтобы привлечь внимание родителей. Конечно. Родители должны... Никогда не поздно. Вот вы сейчас можете заниматься музыкой, да? Но просто для того, чтобы привлечь, а, уже пока не поздно, надо взять. Поэтому этот смысл тоже есть. Это пиар-ход. Это некий пиар-ход, можно сказать. Музыка занимается... Нет, действительно, потому что у ребёнка в этот период формируются все основные когнитивные функции. И вот через игру, через непосредственное творческое восприятие он очень легко воспринимает, казалось бы, сложные вещи. И вот поэтому творческое начало в ребёнке, оно развито как ни у кого, и никогда не как... То есть самый лучший в отрасли познания это именно для себя. И во время форума мы будем продавать книги «Младенец музыцирует». Поэтому родителям надо, чтобы они знали это. Дорогие телезрители, давайте немножко подытожим. Занимайтесь музыкой и водите своих детей заниматься музыкой и рисованием. Тогда у них в будущем будет больше шансов и возможностей. Они будут лучше подготовлены к жизни. Ну всё, всего хорошего. Мы уходим. Наша передача уже заканчивается. Встретимся с вами на этом же самом месте, в это же самое время. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok